Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И вы видите виды из окна. Это значит путевые заметки. Но это не совсем путевые заметки. Это уже то, что называется по-русски, да, заметки из отеля. А снятые с использованием Lumia 950 XL. Напоминаю, что снимаю в 4К. Так что можете посмотреть еще на качество съемки и качество видео. Ну, а как вы поняли из панорамы, которая перед вами открывается. Нет, не поняли. Тогда посмотрите на надписи, которые здесь есть. Правильно, 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 правильно. Здесь все написано на азербайджанском. Да, 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 я в Баку. И это путевые заметки из Баку. Вот посмотрите другие. На самом деле, если вы слышите мы не связанную немного речь, сейчас 7.30 утра, в Словакии 4.30 утра, а приехал я в отель в 3.30. Мне еще надо работать и так далее. Поэтому не очень так радостно все это у меня звучит. Ну, вот вы видите знаменитые лепестки огня. Вот этот вот комплекс зданий, который никак не увижу, как оно подсвечено в реальности. Это те самые лепестки огня. Дальше, вон там, вы видите, я снимал как-то видео музей ковра. Да, да, да. Вот это вот круглое такое здание, лежащий рулончик. Это музей ковра в виде лежащего рулончика ковра. Ну, и дальше какие-то новые здания, конечно же, колесо обозрения. То, что называется какая-то площадь флага или памятник флагу Азербайджана. Вот он тут такой красиво развивающийся. И еще какой-то комплекс зданий. Ну, в общем, много чего. А у меня перед отелем то, что называется парк-бульвар. И вообще это бульвар нефтяников, на котором, вы видите, достаточно активный для такого утра трафик. Там еще и дырку, видите, слушайте. Я ее и не заметил. Только заметил дырку. Кто-то что-то раскопал. Наверное, копают опять нефть. Говорят, тут нефть, есть денег. Копни идет. Наверное, нашли крупное месторождение нефти. Вот. Да, так это отель Парк-Ин. Ну, и, собственно говоря, вы сможете посмотреть, полюбоваться тем, как выглядит номер в Парк-Ине. Вот от, так сказать, меня от окна до двери. Тут достаточно много места. Вот вы сейчас увидите мои шлепанцы. И дальше, 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 дальше к двери. Я отели часто оцениваю по наличию в них резеток и удобного места для работы. Ну, потому что мне реально надо работать. Вот сейчас я буду работать. И так далее. Вот. Место есть. Три резетки. В принципе, эту лампу можно настольную отключить. Я ее просто включил для того, чтобы лучше светило при съемке. Место есть для резеток. И в любом случае я с собой таскаю то, что называется тройником, да. Что еще? Креслица. Ну, не знаю, насколько она удобная. Но столик, кресло есть. Можно посидеть. Можно попробовать даже поработать, чем я сейчас и займусь. После завтрака сразу. Это, не обращайте внимания, моя бандана. Красивый набор вот картинок. Это такой вот квадрихтих, да. В этом квадрихтихе мне нравится вот эта вот картина. Вот эта картина. Здесь, как вы видите, две отрубленные головы. Ну, если не сказать что-нибудь другое такое. Так. И две отрубленные головы. А может, две сиськи. Вот тут вот, опять же, еще отрубленные две головы. Еще две головы отрубленные. Еще одна отрубленная голова, лежащая на столе. И такой член правительства, смотрящий на это все. Или большие сиськи, меньше сиськи. И сиська одна после операции. Ну, и так далее. Тут вот, обратите внимание, член правительства и две отрубленные головы. Два члена на правительства. Классные фотки. Ну, не обращайте внимания, в три ночи, 3.30 не было, как бы, ни у кого христа, как говорится, для того, чтобы снимать видео и заправлять. Потом, тем более, не было. Поэтому, тут было красиво. А в национальных, я имею в виду, паркиновских цветах, вот эта вот подстилочка. Все замечательно. Мой дорогой, любимый ноутбук, который, кстати, в процессе полета, то есть, получается, я летел, я им пользовался и работал, и играл. В общем и целом, считайте, часов шесть с половиной он у меня отработал. Половина из них, первая часть перелета, я на нем работал, потом сидел в Стамбуле, тоже немного поработал, а потом вторую часть играл. То есть, вот, три на три. То есть, три часа поработать, три часа поиграть в 50% яркости ему хватило. GoPro, который лежит, интернет, кстати, есть. Да, там даже сейф есть, я забыл сказать. Вот он, такой замечательный сейф. Можно, что-то спрятать. Шкафчик для одежды, тапочки дали. Спасибо. Вон там они лежат. Шкафчик для одежды с моими страшными вещами. И, конечно же, конечно же, конечно же, куда же без этого. Это ванная комната, она же туалетная комната. Ну вот, да, видите, поскольку мы находимся на востоке, здесь есть традиция подмывать, так сказать, не пользуясь бумагой, вот только почему краник с холодной водой, наверное, чтобы крепились люди, крепились в своих традициях. Ну, что, мыло, мыло хорошее. Я, вы видите, мои красные глаза, видите, замучены. это тотальный недосып, что только не сделаешь ради того, чтобы людям прочитать семинары. и душевая кабинка очень похожа на мою, но не очень похожа на дорогой отель, потому что внизу она уже покрылась такой ржавчиной. А дальше, 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 опять же, традиционно, берем карточку, мы пойдем посмотрим на сам отель быстренько. Большие, большие такие. Большие комнаты, большие коридоры, добрые. А, завтрак на первом этаже? Да, да. Спасибо. Большие коридоры, широкие, отличный отель, ковры мягенькие, отличный вид. О, вот где, смотрите, отличный вид на боку-то будет. Вот отсюда мы можем взглянуть на боку, собственно, можно и путевые заметки не снимать. Ну, в принципе, кто не в курсе, всплывающих аннотациях, внизу в описании к видео есть линки и путевые заметки я про Баку уже снимал и сейчас я уже снял три части, четыре части путевых заметок, это пятая с Баку. Ну, на самом деле, получилось, я еду в Баку, летел самолетом, да, из Братиславы, то есть кусок по Братиславе, по Словакии, потом кусок по Австрии, потом кусок перелета и кусок ночного Баку, ну, а вот вы видите, как застраивается Баку, да, застраивают его вполне такими высотными зданиями, даже центр старый, но при этом, обратите внимание, все такие здания сохраняют, я про это уже рассказывал, сохраняют культуру, архитектурную традицию с народными такими оттенками и так далее, налили бетоном, а потом сверху украсили красивыми панелями, город получается как, как что-то так сказать, как некие такое монументальное, то есть, обратите внимание, мрамор, якобы, куча лепнины, куча различных фронтончиков и тому подобное, что делает действительно красивым, ну, а дальше нам уже пошли высотки, 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 говорят, что просто в Баку съезжается весь остальной Азербайджан и лежит людям где-то надо, ну, и, конечно же, вот эти вот, сейчас мы проверим, говорят, почему я не пользуюсь, вот, смотрите, красиво, это лепестки огня, они должны переливаться ночью в виде, там, голограммки, которая идет по ним, но я ее ни разу, честно говоря, так и не увидел, ну, что ж, пойдем дальше, прогуляемся, о, тут у меня еще и лед есть, лед это хорошо, вот, можно увидеть и с другой стороны, и с другой стороны, как это все выглядит, о, видите, вот это Хилтон, я его видел, поковрил, что вижу Хилтон с самолета, самолет пролетал над заливом, как раз вот этим вот бакинским, ну, и дальше, опять же, высотки, 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 Баку, как будто, опоясом, такой, рядом высота, как отдельной стеной, и все, их строят, и строят, ну, что ж, поедем дальше, смотрите, какой стильный лифт, я же нажал, и чё, а чё, нельзя ехать, ладно, и, соответственно, поехали, а, ноль, наверное, для того, чтобы набрать 10, кто бы мог подумать, оказывается, то я, по старой привычке, европейская, первый этаж, он не первый, а нулевой, пытаюсь уехать, по Кимбарниню, ещё, брекфаст какой-то, точно, смотрите, точно, 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 это там, где мне надо, за 25, монатов, в четверг, вот такие суши, наверное, дают, хотя, вряд ли, наверное, дают чуть-чуть суши, к сожалению, в четверг я уже, покинул, гостеприимный покупок, здесь, гостеприимный, 10, 12 евро, 15 евро, тоже неплохо, ресепшн, выход, к раз этому, и банкомата, тут всегда хорошо, кто-то здесь, завтра будет у меня семинар, а вот, тот самый замечательный завтрак, о котором, подарочки, визитас бар, happy hours, 18,20, discount for all, алкоголь, 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 это хорошо, а мы пойдем, пойдем, ага, вот сюда пойдем, посмотрим, каким же замечательным завтраком накормят в парк Ине, потому что на сайте было написано завтрак великолепен, правда, 812, спасибо большое, да не надо вам фамилию говорить, 5, спасибо, спасибо, так, где же этот замечательный завтрак, и доброе, так, яйца тоже хорошо, ага, такие, такие, вот это вкусное, я знаю, вот это вот, и я такое тоже могу приготовить, это сосиски, только их и порезали, а я готовлю по, и все целиком, яички запеченные, ну, в общем и целом, выбор, о, и смотрите, сколько нарезочек, в общем и целом, несмотря на то, что я не выспавшийся, только прилетевший, жрать хочется, уже почувствовал, что хочется, поэтому будем заканчивать, напоминаю, что это был обзор, того, что называется, отелем Park Inn в Баку, а смотрите другие мои путевые заметки, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите вверху, в всплывающих аннотациях, внизу, в описании к видео, линки на всю поездку, и всем удачи, счастливо, пока, с вами был я, Игорь Шаститко, и моя невыспавшаяся рожа.